Знаешь что? Скажу тебе то, что однажды мне сказал брат Робертс. Он сказал, «Кеннет, наши жены вышли замуж за тех, кто ниже их». В этом нет никакого сомнения. Мы женились на тех, кто выше нас, верно? Да. Да, так поступит любой разумный человек, слава Богу. Хорошо, что брат Уинстон сегодня с нами. Мы обратимся к некоторым действительно чудесным вещам в Слове Божьем сегодня. Вы будете рады, что смотрите нашу передачу. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы прославляем Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты среди нас и почитаешь нас своим присутствием. Мы благословляем Тебя за это. Мы принимаем откровения сегодня во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Билл, спасибо тебе. Я рад быть здесь. Ты нашел время в твоем особенно занятом расписании. Такой человек, как ты, мог бы быть сегодня в любой части мира, в которой захочет. Но ты выбрал быть здесь. И ты выбрал быть здесь, потому что я попросил Иисуса прислать тебя сюда. Слава Богу. И Господь благословляет меня. Аминь. 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 Это замечательный предмет изучения. Да. Участие в Царстве Божьем. Лучшее описание, которое я могу придумать, это человек, который, скажем, родился в самой бедственной ситуации, в какой-то стране на земле, где настолько плохо, что это просто самое ужасное место на всей земле. И он узнает, что есть другая страна в мире, где люди свободны, и у них есть вещи, и достаточно еды. И он начинает думать, если бы я только мог жить там. Мы смотрим на Царство Божье и начинаем видеть в Нем что-то. Все эти годы мы говорили о том, что оно на небесах. Но наша религиозная традиция говорила нам, что нужно ждать того момента, пока мы не попадем на небеса, чтобы попасть в Него. Верно. Нет, Иисус сказал, что Царство Божье пришло, и что небеса излились на землю. И Слово Божье конкретно утверждает, что наш Бог восполнит наши нужды по Своему богатству в славе Христом Иисусом. Да. Иисус сказал, «Я пастырь, я дверь. Через Меня вы входите и выходите». Другими словами, у вас есть власть. Вы можете ожидать самое лучшее. И это, я вполне уверен, напрямую связано с 22-м псалмом. Верно. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Овца получает все, что есть у пастуха. Я говорю обо всем этом, потому что я хочу заложить здесь основания. У меня есть прямой вопрос, который я хочу задать этому человеку. Но я хочу заложить некоторые основания, чтобы вы и я, мы оба знали, о чем мы тут говорим. Система этого мира. Когда Иисус сказал идти по всему миру, Он говорил не о земле. Верно. Он конкретно ссылался на эту созданную человеком, вавилонскую систему коммерции на земле. Изо всех сил, пытающуюся обеспечить собственную жизнь, богатство и здоровье, и все остальное в жизни без Бога. Во-первых, вы не сможете этого сделать. Да. Но это то, что она пытается сделать. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Ему Евангелие. Поэтому мы говорим с тобой о двух совершенно разных системах. Я хочу, чтобы мы вместе с тобой прочитали в восьмой главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорит здесь в 44 стихе. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Если в нем нет никакой истины, то он не может, у него нет ни власти, ни силы, чтобы создать что-то новое. прежде всего, у него нет никаких творческих мыслей. Он ангел, он не бог. Да, верно. Верно. И не только это. Он еще и падший ангел. Он потерял свое первоначальное положение. У него и ног нет, чтобы встать. В особенности после того, как Иисус разобрался с ним на Голгофе. Я сказал все это, чтобы подвести нас к следующему. Царство Божье пришло на эту землю. Иисус сказал, «Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь». То, на что мы смотрим, на чем я особенно делаю ударение, я пытаюсь подойти к такому месту, где я смогу спросить тебя об этом, чтобы мы понимали, о чем мы думаем. Мы ищем того, как и что делает Бог, и переходим в это царство. Потому что то, как пытается действовать этот мир, в лучшем своем проявлении, ограничено. Так как сатана взял истину Божью и исказил, извратил и сломал ее, чтобы не дать ей принести процветание человечеству. И весь его план состоит в том, чтобы держать все человечество в своем рабстве. Да. В страхе, чтобы они выполняли его приказы, тогда, когда он хочет пойти против Бога и всего, что у него есть. А что касается бизнеса, то человек его не изобретал. Да. Он не изобретал коммерцию. Бог ее изобрел. Нет ничего, что Бог бы не изобрел. Сатана исказил бизнес, исказил коммерцию для собственной пользы. Теперь я на своем месте. Что мы можем с этим сделать, Билл? Вот эта книга. Боже мой, эта Библия настолько подробна, когда речь идет о бизнесе и отношении, которые вы должны иметь, о том, как вам говорить, о том, как вам заключать завет с людьми. Да. В ней есть описание того, какие границы должны быть в одалживании денег. И как вам относиться к человеку после того, как вы одолжили ему деньги. Все это здесь. Здесь полностью все. И мы видим, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они разрушают все, что у них есть, пытаясь сделать эту страну полностью мирской и полностью увести ее от Библии. Вы даже не можете положить ее на своем столе в зале суда или где-то еще. Они пытаются привести нас к этому. Но я не пойду. Я не пойду туда. Все это разрушено, и я не собираюсь в этом жить. Но вот, чему я здесь веду. Как мы можем жить? Как мы можем учить нашу молодежь жить и вести бизнес в этой системе? В этой, а не в существующей здесь разрушенной системе. Потому что в прошлом мы шли к неспасенным учителям в неспасенных школах и учились, как вести бизнес в разрушенной системе. И затем хотели, чтобы Бог участвовал в этом. И хотели, чтобы Он это благословил. Если бы я был Богом, то не захотел бы иметь с этим ничего общего. А ты? Да. Идти, сидеть там весь день и слушать тех людей, которые говорят вам, что никакого Бога нет, и что вы не знаете, что Он вообще делает, и смеются над вами, потому что вы молитесь. Что мы можем сделать? Когда я учился в университете Орла Робертса, я начал спрашивать Бога, потому что я вышел из бизнеса, оставил работу в международной компьютерной компании. И вот я в университете Орла Робертса, учусь в семинарии, в магистратуре. И я начал молиться, потому что знал, что было что-то, что соединяло все эти вещи вместе. И одна из первых вещей, которые Бог показал мне, находится в притчах 29-18. Он сказал, «Без видения люди погибают». И он сказал, «Но тот, кто соблюдает закон, счастлив». Мне пришлось сначала размышлять и понять это. Но это значит, как сказано в одном переводе, «Без божественного или искупительного откровения от Бога люди погибнут». Или, как говорится еще в одном переводе, «Люди будут поступать, как дикая лошадь». И так они и поступают. Так и поступают. Поэтому я понял, что сначала должен был получить видение от Бога. И один из способов, «Как вы можете получить видение от Бога, это лечь спать». Бог дал Иосифу сон. Он дал кому? Петр был на верхней части дома. На верхней части. И он получил видение. Молясь в Духе Святом. Молясь в Духе Святом. Поэтому я начал молиться в Духе Святом. И затем Бог дал мне местописание из 48-й главы книги Исаии. Давайте посмотрим. Исаия, 48-я глава. Это пришло из 48-й главы книги Исаии, 17-го стиха. Вот что он сказал в Исаии, 48-17. 17-й стих. «Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израилев. Я, Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, или прибыли, прибыли, ведущие Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти». Я скажу Тебе, как это сделано. Снова мы видим здесь путь. Снова здесь есть путь. Да, да, да. Да, да, да. Видите, Он не бесприбыльный Бог. Разве это не здорово? В Боге нет ничего бесприбыльного. Человек, который не получил прибыли в 25-й главе Матфея, был уволен. Был уволен, верно? Я бы тоже его уволил. Я бы не стал с этим мириться. Бог есть Бог прибыли. Но Он покажет вам, как это сделать. Вавилон не может показать вам, как это сделать, потому что эта система порабощает людей. Все работают для чьей-то прибыли. И в этом могут быть некоторые скрытые неблагочестивые мотивы. Но Бог покажет вам, что делать. Я начал размышлять над этим местом Писания, и через это место Писания пришла идея организовать школу. Она называется «Бизнес-школа Иосифа». И она существует уже около 9 лет. В этой школе человек может обучаться в течение 9 месяцев и получить необходимое знание для того, чтобы начать свой бизнес и вести его для славы Божьей. И даже когда системы и бизнес этого мира начинают испытывать спад из-за экономики, то поскольку данный бизнес не основан на этой экономике, он действует на более высоком уровне. И он будет функционировать и приносить прибыль в любое время. Билл, величайшие состояния, которые были заработаны, в особенности здесь, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты это самый близкий по отношению к этому пример для любой страны на Земле. По крайней мере, эта страна взяла Библию в качестве своего основания. самые большие состояния не были заработаны в хорошее, в те времена, которые... Конечно же нет. Когда все на подъеме и все хорошо. Нет, они были заработаны, когда все было в упадке. И группа людей, которая процветала, несмотря ни на что во время депрессии, завладела всем. Верно, завладела всем. Переход богатства. Помнишь, когда Ной построил ковчег, он построил его по заданным размерам. И когда пришел потоп, Ной поднялся. Ной поднялся. О да. И когда стало хуже, он поднялся выше. Чем хуже становилось, тем выше он поднимался. И это должно происходить с верующим. Мы должны управлять бизнесом так, что чем хуже становится, тем более выдающимся становится бизнес. Позволь мне сказать здесь кое-что, и позволь мне спросить тебя об этом. И посмотри, правильно ли я думаю. Дела идут плохо. Люди страдают. Или от разрушительной погоды, или от разрушенной экономики, что бы то ни было. Люди страдают. Разница, которую я вижу в ведении бизнеса Я не говорю сейчас конкретно о служениях. Мы понимаем, что служения установлены таким образом. Я говорю о человеке, владеющем автомобильным бизнесом, бизнесом, связанном с продажей одежды, ресторанным бизнесом, бизнесом продаж, все, что связано с коммерцией. Мировой бизнес устроен таким образом, чтобы благословлять меня. И все в моем магазине работают для того, чтобы благословить меня. Бог устраивает все так, чтобы благословить страдающих, раздавленных людей. Да. И чем больше тело Христово сможет процветать, чтобы помочь процветать кому-то еще, то когда они страдают больше всего, тогда Бог дает нам процветать больше всего. И именно тогда мы можем быть сверхъестественной помощью, когда вся остальная система беспомощно лежит на спине. Я правильно понимаю? Ты абсолютно прав. Есть божественные взаимоотношения, которые Бог устанавливает между теми, кого мы называем священниками или служителями, и царями или служителями в рыночной сфере. У них может происходить сверхъестественное в той сфере точно так же, как у вас происходит сверхъестественное в здании церкви, потому что их кафедра там, в той сфере. Да. Это их. И их кафедра намного больше нашей. Она намного больше. И человек, который является священником, может получить видение от Бога о том, что строить и как строить, школы и так далее, и это будет частью этого общества. А служители рынка получают обеспечение, чтобы финансировать видение. Да. Это превосходно. И они должны двигаться вместе. Когда вы начинаете вникать в это, то повсюду в Библии вы видите, что они работают вместе. И обратите внимание на взаимоотношения. Например, есть один служитель, одно племя левитов, и затем есть 11 племен, царей или воинов. Вот эти взаимоотношения между воином и служителем, священником, если хотите. Я говорю об этом только потому, что мы так это и установили. Мы основали школу служения и школу бизнеса, и учим этих людей, что у них есть общественная ответственность. Я только что увидел кое-что. Я вижу громадное противоречие. Вот мы делаем все, что можем для подготовки служителя, чтобы он действовал в духе, ходил в духе, говорил в духе, и жил и функционировал в Царстве Божьем. Да. И вот тут есть школа бизнесов, которая учится, как действовать в мире, говорить в мире, заключать сделки в мире. Мы посылаем туда наших бизнесменов. И теперь бизнесмены конфликтуются служить. Совершенно верно. У вас есть бизнес здесь, который получает знания в одной системе, и у вас есть служение здесь, которое получает знания в другой, и они не могут соединиться. Они не могут соединиться. И в этом есть напряженность. Поэтому они должны быть переучены так, как необходимо. И когда они поднимутся, то часть их ответственности будет состоять в том, чтобы финансировать видение. Вот для чего их взращивают. Это на благо Царства. И видение должно быть таким же. Должно быть таким же. Вы не действуете в церкви одним образом, а в бизнесе другим. Нет, нет, нет. И когда они поступают соответственно, то Бог благословляет их. Вот как это продолжает работать. И вы таким образом расширяете Царство Божье. Теперь я могу больше понять то, что Лерой называет помазанием без пота. Да. Потому что когда вы учитесь тому, как и что делает Бог... Совершенно верно. ...вы учитесь добиваться успеха. Да. Потому что он уже доказал свою успешность. Несомненно. Вы не учитесь, как что-то делать, а потом идете и пытаетесь. Вы учитесь успеху. И вы просто продолжаете учиться и работать над этим, пока сами не станете такими. Я приведу пример. В нашем служении женщина, которая работает в консультативном медицинском центре. Кто-то пришел к ним и сказал, «Поймите, что люди, которым принадлежит этот центр, члены церкви, исповедующие Слово Божье, они приходят слушать Слово Божье по воскресеньям и по средам, принимают его внутрь себя, говорят то, что сказал Бог, понимают эти принципы, благословляют служение». И она сказала, «Знаете, пришел человек и сказал, «Понимаете, я нашел ваш адрес с телефоном справочники и подумал, что мне стоит зайти и воспользоваться вашими услугами». Она сказала, «Пастор, это звучало здорово, но наш адрес не указан в справочнике». Затем она сказала, что пришел еще один человек и сказал, «Мы нашли информацию о вас по интернету». Она сказала, «Это звучит хорошо, но мы не давали рекламы в интернете». Она сказала, «У нас избыток работы». «Помазание без пота». Да. «Исповедуют Слово Божье, и ангелы приводят клиентов». Это совершенно иной уровень бизнеса. Это сделает ненужными все бизнес-школы мира. Я понимаю это. Это сделает их ненужными, потому что мы входим в такое время, которое... Благословение работает. Боже мой. Люди служат. Да. И благословение работает. Да, конечно. Здесь работают проклятия. И так же и люди. Они изматывают свой разум. Совершенно верно. Это заставит разрушенную систему работать. Несомненно. И она не будет работать. Она не будет работать. Нам придется вернуться к Библии. Это бизнес по Библии. Слава Богу. Бизнес по Библии. По Библии. Билл, это так важно, потому что важно учить не только ваших проповедников и служителей, апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя. Четвертая глава эфесянам говорит. «Совершение святых на тело служения для создания тела Христова». Аминь. Да. Это сотрудничество между церковью и бизнесом. Совершенно верно. И в сердцевине этого, в этом, как в яблоке, есть сердцевина. Да. Эта сердцевина является система образования, которая учит и готовит своих людей. Да. Начиная с детского сада и до самого верха. Чтобы заботиться обо всех сферах жизни. Да. Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Я так впечатлен обучением, которое проходит в вашей бизнес-школе Иосифа. Вы не готовите людей, чтобы попытаться удержать их от провала. Вы готовите людей к успеху, потому что эта система успешна. Да. Она уже успешна. Верно. В большинстве случаев мы учим и готовим наше служение двигаться в духе, жить в духе, проповедовать каждую проповедь в духе. Мы не потерпим плоть за кафедры. Но затем мы посылаем наших студентов бизнеса в какую-то государственную школу бизнеса, где-то там. И ожидаем, что они будут успешны. И в результате люди, обученные в двух разных системах, конфликтуют и сталкиваются лбами друг с другом. Боже мой. И это не потому, что они плохие люди. Это потому, что они были неправильно научены. Вот на этом мы и закончили вчерашнюю передачу. Веди нас в этом сегодня. Нам нужно выбраться из этой разрушенной системы и перейти вот в этом. Я получил это видение прежде всего через Слово Божье. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Слово Божье. Поэтому я обратился к Слову Божьему и размышлял над Ним. И из Слова Божьего пришла стратегия воплощения бизнеса, которая будет иметь успех и побеждать в то время, когда остальные терпят поражение. Вот в чем идея. И сейчас мы подошли к месту Писания в книге Исаия 48, 17, где сказано, «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я, Господь Бог твой, научающий тебя полезному, или прибыли, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Бог является Богом умножения. Мы находимся в завете умножения, поэтому Бог хочет, чтобы мы переживали умножение. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому теперь нам нужно вернуться и вести бизнес Божьим путем, потому что если я прежде всего ищу Царство Божьего и Его праведности, то все эти вещи будут прилагаться ко мне. Бог является создателем бизнеса. Он сказал, плодитесь, производите, умножайтесь, возрастайте, наполняйте землю. Это значит, что вам придется реинвестировать. Обладайте ею, землей. Это значит, боритесь с соперничеством. Когда я обращаюсь к этому, то спрашиваю, где есть примеры, которые я могу использовать? Потому что вчера мы говорили о взаимоотношениях между царями и священниками. Есть царь и священник в каждом доме. Это значит, что человек может исполнять две роли. Но затем есть общий царь и священник. Это значит, что есть две разные роли. Есть люди, которые подготовлены для служения за кафедрой, пятиступенчатого служения, как священники. Есть люди, которые научены для того, чтобы служить в сфере рынка, как цари. Цари идут и захватывают добычу в битве, и приносят ее. И затем видение должно быть поддержано царями, поставленными там, чтобы добывать обеспечение. И когда это не происходит, то вы можете видеть служение, которое, возможно, выступает на телевидении, и сначала они говорят о том, что собираются сделать, и затем начинают передачу, и минут пять уходит на объяснение того, что им нужна поддержка, и затем двадцать пять минут передачи. Через год они уже двадцать пять минут говорят о том, что им нужна поддержка, и на передачу уходит всего пять минут. Почему? Что произошло? Поддержка. Я думаю, что эти божественные отношения, это божественное партнерство не работало должным образом. Билл, в этом нет благословения. Если я составляю свои планы, и мой начальник говорит мне, что делать, и он не знает Бога, я планирую свое будущее, и я планирую это, и планирую то, вместо того, чтобы следовать плану моего господина, я прихожу туда и умоляю Бога благословить это дело. Боже мой. И он почти никак с этим не связан. И теперь я запутался. Я иду в церковь, да, но я сижу там и беспокоюсь о своем бизнесе. Совершенно верно. Потому что две системы противоречат друг другу, а этого не должно быть. Так быть не должно. Если мы обратимся и посмотрим на некоторые примеры, то можем посмотреть на этих царей и на развитие участия царей в служении. Мы можем открыть 30-ю главу Бытия, и там есть один пример, который мне нравится, потому что Иаков нанялся работать на человека, которого звали Лаван. Лаван был хитрецом, каким раньше был и Иаков. Он просто пожал, что посеял. Лаван заставил Иакова работать на него. Но в 27-м стихе он говорит, «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Он говорит, «Господь благословил меня с тех пор, как ты пришел». Поэтому Бог благословил Лавана, потому что Иаков был там. И благословение было на Иакове точно так же, как оно есть на теле Христовом. Это было благословение Авраама. Совершенно верно. Совершенно верно. И старый Лаван сказал, «Я на своем опыте узнал, что то, что есть на тебе, пришло на мой бизнес». На бизнес, и благословила его. И благословила его. Я говорю, что, возможно, Иаков начинал с этого. Но Иаков не закончил этим. Это значит, что Бог призывает нас работать в бизнесе с другими людьми. Но у вас все равно может быть мышление владельца, в то время, как вы работаете на него, поскольку то, что вы имеете, не ограничено тем, сколько вы зарабатываете. Слава Богу. Да, я понимаю это. Поэтому теперь он работает на него. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что когда Иаков работал на него, то Лаван изменял его заработок, обманывал его. Библия говорит, что он обманывал его 10 раз. И каждый раз, когда казалось, что он получит прибавку, все остальное умножалось, или что-то в этом роде. И затем Лаван удерживал его деньги. Поэтому довольно скоро Иакову приснился сон. И он получил откровение от Бога о воспроизводстве скота, пестрого, с крапинами и с пятнами. И это сделало вот что. Оно перевернуло то, во что он верил. Вот для чего нужно размышление. Потому что размышление предназначено для того, чтобы преображать то, во что мы верим. И это преобразило его до такой степени, что Бог смог работать через него, делая сверхъестественное. И весь его скот производил так, что потомство становилось собственностью Иакова. Он по-прежнему работал на того человека, но становился богатым. Но вот в чем дело. Он оставил ту систему, потому что в той системе он зависел от того, что человек восполняет его нужды. Но когда он сказал «хватит, значит хватит», тогда он открылся, и Бог дал ему видение. И оно изменило то, во что он верил. И теперь он пошел и стал работать на Лавана, того же человека, но он заключил сделку, в которой он разбогател, работая на Лавана. И очень скоро Библия говорит в Бытие, 31 главе, от сыновей Лавана можно было услышать. Иаков завладел всем богатством нашего отца. Он перевел это в свою жизнь. Знаешь, что я вижу? Помнишь, когда Моисей бросил свой жезл, и он превратился в змею? Да, да. И жрецы, они были в другой системе, они не здесь, не в Божьей системе. И даже тогда, когда разрушенная система действительно имела власть из-за того, что Адам отдал ее, она была искажена и сломана. Да, да. Но она управляла определенными вещами в то время. И они бросили свои жезлы, и все их жезлы превратились в змей. Но жезл Моисея поглотил их всех. Поэтому главный Божий план даже в этом, невозможном, сломанном, испорченном, старом человеке лаване, который приносил больше проблем, чем стоил. Я говорил тебе. И он все время поступал с Иаковом плохо. Но система Царства Божьего. Да. Система веры. Вот о чем я говорил. Система послушания Богу. Система размышления над Словом Божьим. Пока Бог не покажет вам, как вести бизнес посреди этого, эта система поглотила другую. Несмотря на то, что этот старый человек и его никчемные сыновья могли сделать. Она поглотила это. Она поглотила это. Она поглотила это. И когда это произошло, Божий человек оказался наверху. Иисус сказал, поступающий по правде Совершенно верно. идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они сделаны в Боге. Аминь. Это неизбежно, Билл. Это неизбежно. Истина всегда выйдет на поверхность. Верно? Если вы в Боге, действуете в Его системе, делаете это Его способом, то Он научит вас, как получать прибыль, прямо посреди голода, прямо среди безбожного окружения. Нет никакой разницы. Он научит вас. И это то, чему учит вас эта школа. Знаете, может дойти до того, что вас могут просто прогнать из того бизнеса, в котором вы работаете. Я знаю человека, зная его очень хорошо. Он партнер этого служения. Он работал на крупную компанию, большую, всемирно известную старую компанию в Соединенных Штатах. И он поднялся до хорошего уровня. У него все было хорошо. У него было много всего. И он также был должен много денег. Ну, знаешь, это типично. Он усердно работал. И вы должны тоже. Вы должны усердно работать. Вы должны работать, если получаете от них деньги. Вам нужно ничего не говорить и просто работать. Работайте так, как вы работали бы на самого Иисуса. Совершенно верно. У него все было хорошо. И в одно утро его просто уволили. И он был немного староват, понимаете? Я имею в виду... Куда вы пойдете? Вы знаете, да? Да, да. Такое постоянно происходит. И он размышлял. Знаете, я хороший человек. Что я сделал неправильно? Но вот он без работы. Разорен. Потерял все, что имел. Каким-то образом. Я уже сейчас не помню, как он это сделал. Но каким-то образом он получил мою книгу о законах преуспевания. И начал это изучать. У него не было офиса. Ему было некуда пойти. Он шел в местный ресторан быстрого обслуживания и брал себе чашечку кофе. и просто медленно ее пил. Просто медленно пил ее все утро. Сидел там в уголке и читал эту книгу, и читал эту книгу. И он сказал, «Я вижу теперь, спустя определенное время, почему это работало против меня, вместо того, чтобы работать на меня». Он продолжал, продолжал и продолжал. Короче говоря, за 8 лет он пожертвовал 1 миллион долларов в это служение. Слава Богу. Да. Посмотрите на это. Этот бизнес просто... просто вышвырнул его. Он думал, «Это самое плохое, что могло случиться со мной». И позже он сказал, «Это самое лучшее из того, что когда-либо случалось со мной». Он сказал, «Я мог по-прежнему быть там, живя от зарплаты до зарплаты, от долга к долгу, понимаете?» И он сказал, «Вот я, свободный от долгов человек. Мои мечты исполнились. Я помогаю людям. Я поддерживаю проповедь Слова Божьего». И для естественного разума в этом нет смысла. Нет. Вот почему это приносит беспокойство. И это мы и изучали на прошлой неделе, что беспокойство основано на страхе. Да. Вот что такое беспокойство. Это просто основано на страхе. Оно видит будущее неудачным. Боже мой, именно это с ним и происходило. Конечно, конечно. Вот почему вы оказываетесь в ловушке работы, о которой вы знаете, что она никуда не годится. Да. Возможно, вы были там и последние пять лет знали, что не должны быть там, но вы боитесь делать что-то еще, боитесь потерять ее. «О, что я буду делать?» «О, что я буду делать?» Боже мой. И вот хороший способ для вас войти в невозможное. Размышляйте о Слове Божьем. Это приносит другой образ в разум. Вот почему вы должны не спровергать замыслы и всякое превозношение. Да, верно. Конечно. То, что основано на страхе, всегда приносит вам картину поражения. Да, точно. Или мучения, или чего-то еще. Или вы боитесь, что потерпите неудачу. Или вы боитесь, что потерпите неудачу, но в любом случае это парализует вас. Как один проповедник, мой очень хороший друг, был в ужасе от полетов на самолете. И он сказал, «С меня хватит». «Я собираюсь сесть на самолет, и в свою следующую поездку я полечу». И так он и сделал. Он полетел. И он сказал, «Я сидел там, вцепившись в это кресло». Он сказал, «Благословен Господь, страх не будет править моей жизнью. Я сделаю это». И он сказал, что в тот момент, как он там оказался, дьявол сказал, «Я убью тебя. Я обрушу этот самолет с неба. Ты умрешь. Ты никогда туда не доберешься». Он сказал, «Я долетел и приземлился». И он сказал, «Я вышел из самолета и сказал, «Видишь, дьявол?» И дьявол ответил, «Да, но я все равно доберусь до тебя по пути домой». Дьявол просто лгал раз за разом. И он сказал, «Я начал смеяться и сказал, «Ты лживый скунс. Ты лгал мне все это время». Однажды я поехал в одну из африканских стран. И когда я ехал, то думал, что буду проповедовать Кампале. Но они повезли меня в джунгли. И были в пути примерно 9 часов. Мы приехали, и там должна была быть гостиница. В гостинице было две комнаты. Мой оператор занял одну, а я занял другую. Я сказал, «Господь, там в окнах даже не было стекла». Я думаю, я там был. Боже мой. Думаю, что со мной это тоже происходило. Поймите, что у них там были малярийные комары и все такое. Так что я там лежу под сеткой, пытаюсь уснуть в той кровати, и дьявол заговорил, «Тебя укусят. Сюда заползет змея. Она уже по твоей кровати. Тебе лучше посмотреть». Я очень хотел посмотреть, но я сказал, «Нет, дьявол». Я сказал, «Ты лжец, понимаете?» И я сказал, «Нет, мой Бог восполнит всякую мою нужду, и я защищен». Я начал исповедовать 90-й Псалом. Затем я сказал, «Бог дает своему возлюбленному сон». Я заснул и проснулся на следующее утро бодрым. Мне оставалось провести там еще шесть ночей, слава Богу. Но я говорю о том, что эта идея о божественном партнерстве, библейская идея. нам нужно взять людей, являющихся царями, которые пойдут и захватят добычу, и вернуть их, чтобы мы могли идти вместе и быть в согласии. Понимаешь? Да. И он понял это. Боже мой. О, Господь. Мы можем получить это. Я был в Гватемале, и мне сказали, «Посмотри на это место. Мы хотим показать тебе это место». И они отвезли меня туда, и один служитель строил церковь, которая вмещает 12 тысяч или 12 с половиной тысяч человек, что-то около того. И я увидел это и сказал, «Боже мой, я хочу поехать туда и увидеть этого пастора». Поэтому я поехал туда и увидел его. Его звали доктор Лопес. И во время разговора с ним я сказал, «Как вы это делаете?» Он сказал, «Через даяние веры, через обещание веры». Я сказал, «Это верно?» Да. Поймите, он сказал, «Мы платим за это наличными». Потом я увидел кресло, и он сказал, «Вот такие кресла мы заказываем». Я спросил, «Вы заказываете такие кресла?» И добавил, «У нас в церкви такие же». Он сказал, «У вас хорошее кресло». Да. И они зарабатывают там, может быть, четвертую часть того, что люди зарабатывают здесь. Но заметьте, они не живут на свои семена. Они живут за счет своего урожая. Понимаете, нам нужно переключиться. Процветает в Боге. В Боге? Да. Нечестивые процветают в мире. Верно. Но праведные люди процветают в Боге. Дело в том, что вы не можете дойти до этого при помощи своего интеллекта, потому что это откровение. Да, верно. Это откровение. Да, верно. Боже мой. Но эта школа для того, чтобы поднимать людей, и материалы этой школы можно найти в интернете, чтобы любой мог воспользоваться ими. Наша школа существует уже более восьми лет, и выпускники нашей школы являются хорошими предпринимателями, людьми, которые увидели нужду и теперь имеют дар начинать свой собственный бизнес. Если человек работает на кого-то, то он по-прежнему может извлечь из этого принципы бизнеса. Но когда он получает мышление владельца, это значит, что он может работать на кого-то и знать, как сеять, и пожинать, и купить себе трехкомнатную квартиру. Понимаете, о чем я говорю? Билл, ты назидаешь людей в твоем собрании. Да. А теперь сравни это с проповедником, который проповедует нищету своему собранию. Вы не должны ничего иметь, вы должны быть бедными и все такое. Но вы должны жертвовать сюда. Да. Понимаешь? Вот снова, две системы сталкиваются лбами друг с другом. И большинство пасторов не делают это знаномеренно. Я имею в виду, они так были научены. Но тогда вы осуждаете свой собственный источник. Совершенно верно. Вы осуждаете общину. Вы осуждаете весь город. Да. Вы осуждаете все, что есть в плане господина для этого сообщества. Я гарантирую вам. У вас будет большая проблема с болезнями. У вас будет большая проблема с наркотиками. У вас будет множество молодых людей, которые не захотят это слушать. Я не хочу это слушать. Крупный наркоторговец приезжает в огромной блестящей машине и так далее. И этот парень видит это. Почему он хочет, чтобы мы оставались в этой церкви? Зачем ему хотеть оставаться в этой церкви? Где ему ничего не позволяет делать. И не позволяет ему иметь совсем никаких идей о процветании. И говорят ему каждый день, что он должен быть бедным. Билл, это должно быть самый демонический прием, который дьявол применил к телу Христова. Да, Боже мой. Но теперь, эти дни прошли, слава Богу, церковь должна быть центром процветающей, сильной жизни. И она должна быть такой, как мы говорили на прошлой неделе. Бог хотел, чтобы этот маленький Эдемский сад распространился по всей земле. И я говорю вам, христианский центр «Живое Слово» начинает развиваться и приносит крестящую Духом Святым небесную мудрость, строит бизнес, и это начинает переносить процветание, действовать и развиваться. И это дойдет до городского совета и принесет процветание всему городу. Совершенно верно. И это начинается. Вот что Бог хотел, чтобы произошло. Вот что Он хотел, чтобы произошло. И это происходит. Это происходит прямо сейчас. И это так легко увидеть в странах третьего мира, где оно просто разрастается посреди города и так далее. Здесь, в Соединенных Штатах, это было завоевано. Совершенно верно. Но это происходит прямо под носом у дьявола. Аминь. Аминь. Вот о чем мы должны поговорить завтра. Я хочу, чтобы ты рассказал нам историю о человеке, который нашел американское посольство среди всего того беспорядка. Я хочу, чтобы ты коснулся как-нибудь этого завтра. И скажу вам, вы не захотите пропустить завтрашнюю передачу. Брат Билл. Слава Богу. У нас тут происходят замечательные вещи. Я хотел бы тебя попросить... Поговорить об иллюстрации, которую ты приводил о жизни в Царстве Божьем. Мы в этом мире, но мы не от мира сего. Да. Я не завишу от этого мира. И также позвольте мне напомнить вам еще кое-что сейчас. Когда мы говорим «мир», то мы не имеем в виду эту землю. Нет. Нет. И Иисус тоже не имел это в виду, когда сказал «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Мы говорим об этой разрушенной вавилонской системе коммерции в мире, которую установил дьявол, чтобы обкрадывать Бога. Совершенно верно. Вот к чему все это сводится. Несомненно. И Царство Божье пришло. И мы можем и должны действовать в этом Царстве, пока мы в этом мире. Я изучал это в один из дней. Я был на заднем крыльце своего дома. И просто прославлял Господа. И Бог строго проговорил ко мне. И я аж выпрямился в своем кресле. Он сказал «Эдемский сад слишком долго находился во вражеских руках. И я хочу получить его назад». Он сказал «Это принадлежит мне». С тех пор, как Иисус воскрес из мертвых, эта собственность снова принадлежит Богу. И он сказал «Я помажу моих людей, чтобы это было передано в их руки». Забрать это назад. Именно об этом мы и говорим. Вот о чем мы говорим. Жизнь в этом Царстве и его экономики не привязаны к мировой экономике, но в действительности контролирующей мирскую экономику. Она должна. Да. Аминь. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 18, 36. Он ответил и сказал «Царство мое не от мира сего». Если мы сможем поразмышлять над этим, то сможем понять некоторые вещи. Потому что иллюстрация, которую я использовал, была о том, как однажды мы поехали в миссионерскую поездку на Гаити. И когда мы приехали туда, то ходили там и проводили евангелизации. Но вскоре мы пошли в город, в район, в котором была сплошная нищета. То есть просто нищета. И Гаити, вероятно, одна из беднейших стран в западном полушарии. Просто бедная. Грязи, все такое. Мухи. Все, что вы только можете назвать. Буквально чувствуете это по запаху. Это отвратительная атмосфера. И вдруг я увидел то красивое белое здание посреди всего этого. Зеленая трава вокруг. И фигурный железный забор вокруг. И я спросил их, что это? Они сказали «О, это посольство США». И ко мне пришло откровение. Я сказал «Посольство США». Прямо посреди всего этого проклятия «Было что-то благословенное». И я увидел, что там находился посол США. Этому человеку не нужно было жить так, как всем вокруг. Закон гласит, что земля, на которой стоит посольство, на самом деле считается землей Соединенных Штатов. Землей, точно. Разве это не так? Совершенно верно. Совершенно верно. И вот я начал понимать, как действует посол. Когда им нужны бифштексы, они посылают запрос США, и им присылают самолетам отличные бифштексы из Нью-Йорка. Когда им нужна музыка Баха и Бетховена, ее могут прислать самолетам, понимаете? Им не приходится жить по стандартам того места, которое их окружает. Они представляют кого-то другого. В нашем случае мы представляем небеса. Вилл, я понимаю это. Слава Богу. Я понимаю это. Слава Богу. И нам не нужно получать наше обеспечение от этого мира. Оно может приходить через Слово с небес. Ты помнишь, что Сатана сказал Богу об Иове? Да. Да, да, да. Он сказал, ты не просто так его благословил. Вокруг него ограда. Я думал об этом. Я думал о том, что вот есть где-то посольство. Вокруг него есть забор. Вы не пересечете эту границу. Понимаете? Система пытается заставить нас убрать забор. Да. О, да. И у нас есть право оставить этот забор. Да, у нас есть. Слава Богу. Аминь во веки. И мы можем взять эту реальность Царства Божьего и жить в ней так, словно мы уже там прямо сейчас. Принимать из этого Царства, из его законов, из его экономики, потому что в действительности оно имеет превосходство над всем остальным. Да. Но не без использования нами нашей власти в имени Иисуса, в крови Иисуса и во всем, что, как говорит Слово Божье, нам принадлежит. Как ты говорил об этом на конференции «Переливание через край» в августе 2005 года на Великих Озерах, это действительно стало сильной реальностью для меня. Это помазание было таким сильным на том собрании. Да. Я начал видеть это, и сильнее всего меня коснулось то, о чем ты тогда сказал. И ты также сказал об этом здесь, на нашей передаче. Когда посол в чем-либо нуждается, он просто звонит домой. Ну, конечно. Он звонит домой? Он звонит домой. Он звонит домой. Ему не нужно отправляться в Соединенные Штаты, забирать это и возвращаться назад. Нет, нет. И для него это не откладывают, чтобы он получил это, когда вернется домой и перестанет быть послом. Господь, спасибо тебе. Он просто звонит домой. Это все, что нам нужно сделать. Позвони домой. Видишь ли, все, что нам нужно для жизни и благочестия, уже было отложено для нас благодаря Иисусу. Да, верно. Все, что нам когда-нибудь понадобится. В изобилии. Никакого недостатка. Нет недостатка в Царстве Божьем. И мы были научены недостатку, потому что смотрели на то, что находилось за воротами Царства, а нам нужно сосредотачиваться на Нем. Фокусируйте ваш разум на Нем, потому что все, в чем мы нуждаемся, Он обеспечил в изобилии. Исцеление, радость, мир, любовь. Все. Благодать. Бог обеспечил это. Почему? Потому что мы представляем Его Царство на этой земле для этих людей. Поэтому мы на самом деле должны выглядеть как Он, мы должны звучать как Он, мы должны ходить как Он, мы должны делать то, что делал Он, когда Он был здесь на земле. Когда Он был здесь. Потому что именно это Он и делал. Он представлял Царство Небесное, когда пришел и ходил по этой земле. Однажды утром, когда я уезжал из той страны, я увидел очередь людей. Они стояли в очереди, чтобы выбраться из этого места, пытаясь получить визу, чтобы попасть в Соединенные Штаты. Некоторые из них каждое утро в течение года приходили в эту очередь, пытаясь выбраться из той страны. Почему? Они увидели отблеск того, на что похоже США. Я понимаю. Я понимаю. Они должны стоять в очередях в нашей церкви. Да. Вместо того, чтобы убегать из них. Потому что они должны видеть через святых отблеск того, на что похожи Небеса. Лучшую жизнь. Боже мой. Жизнь с избытком. С избытком. Прямо посреди всего этого беспорядка. Что меня впечатляет, я думаю, что ни для кого не является секретом тот факт, что народ Гаити посвятил себя сатане. И он ничего не может сделать, Билл. Дьявол ничего не может с этим сделать. Он проклятие. Он полон страха. Он самый боязливый, самое наполненное страхом существо на всей земле. Да. И он будет последним, кто вам об этом скажет. Но он безумно боится Бога и всего. Он так боится нас. Он так боится того, что мы узнаем, кем мы являемся и что у нас есть. Что это просто постоянно сводит его с ума. И меня действительно сильно впечатляет тот факт, что если бы народ Гаити узнал бы об этом и вышвырнул его оттуда, тогда процветание этого посольства могло бы распространиться на всю нацию Гаити. Вот в чем идея. И свобода пришла бы к тем людям. И поклонение Богу. Боже мой. И сила Духа Святого начинает изменять то место. Вот в чем идея. Потому что все это есть там. Это есть там. Небеса излились. Святой Дух есть там. Да. Все ангелы Божьи, у которых есть поручения на земле, они там. Они все там. Они просто ждут, когда кто-нибудь провозгласит это. И я верю, что в один из дней кто-то сделает это. Я тоже. Эта нация изменится. Теперь, если перенести это, то вот очень хороший способ увидеть, как это работает, на естественном примере. Так многое в Новом Орлеане было привязано к этой системе, к Вест-Индийским островам, к Гаити, к Доминиканской республике. Эта сатанинская, идолопоклоническая религия вышла оттуда и закрепилась в районе Большого Нового Орлеана. Это не секрет. Все знают это. Они практикуют там религию Вуду. Причем серьезно практикуют это. Средний уровень бедности по Соединенным Штатам, я говорю о действительно крайней бедности, составляет примерно 8 или 9 процентов. Да. Но в Новом Орлеане он составляет почти 30 процентов. Понимаешь, что произошло? Вы можете взять это и принести сюда. И здесь оно произведет то же самое, что и там. Прямо посреди Соединенных Штатов люди живут так, как они жили в той гаитянской среде бедности. и им не нужно этого делать. У этой вещи духовные корни. О, да. Понимаешь? Теперь я знаю. Писание называет это горьким корнем, и он производит огорчение во всех, кто участвует в этом. Это духовный корень, и нужно добраться до корня. Нам нужно удалить корень этого, потому что, когда это не происходит, то вы просто решаете проблемы на уровне листьев. Да, вы не добираетесь до сути. Да. И это нужно выдернуть с корнем. Да. Кроме того, они переносят это на всех остальных. Билл, говорю тебе, мне не важно, сколько денег есть у правительства, они не могут этого изменить. Они не могут этого изменить. Это духовный корень. И церковь была поднята для того, чтобы добираться до корней. Да. И чтобы изменять положение. Изменять. Евангелие — это единственное, что изменит это. Иисус проклял это от корней. Не религия. Евангелие. Да. Евангелие, которое производит веру. Да. Евангелие, которое производит изменение, силу, помазание Божье. Позвольте мне показать вам место Писания. Бог не лицеприятен, Билл. Не имеет значения, занимаются ли они бизнесом. Да. Нет никакой разницы. Не важно, какое у вас прошлое. Да. Да. Цвет вашей кожи. Да. Не важно, где вас сначала обучали. Начальная подготовка. Потому что это может искоренить все. Верно? Посмотрите, что сказано в 10 главе Деяний. Потому что ты коснулся именно того, к чему я направлялся. Деяние 10 глава. Я слышал, как один человек проповедовал об этом месте Писания. И он проповедовал это в другой стране. Его служение очень успешно в той стране. Вот что там сказано. И это страна третьего мира. 34 стих. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но... извините, но во всяком народе... во всяком народе... во всяком народе... во всяком народе... это просто выделяется, как неоновая вывеска, верно? И если кто-то захочет узнать значение этого слова «народ», то на греческом оно происходит от слова «этнос». В каждой этнической группе... не имеет никакой разницы. Поступающий по правде приятен ему. В одном из переводов сказано, «имеет такой же доступ к его благословениям». Такой же. В каждой нации. Неважно, насколько бедной может быть нация. Если этот человек действует правильно и применяет принципы Царства Божьего, которые есть праведность, мир и радость в Духе Святом, то этот человек, прямо посреди крайней бедности, имеет такой же доступ к его благословениям. Знаешь, как-то я увидел отрывок... «Хвала Господу». ...который показывали на передаче «Клуб 700». И они привезли съемочную команду в один из городов Мексики. Это место было похоже на то, что ты рассказывал о Гаите. Оно было настолько бедным. Почва была настолько отравлена щелочью, что там ничего не росло. Если что-то и вырастало, то оно не годилось в пищу. Оно было просто ядовитым. Люди там голодали. Один, исполненный Духом Святым проповедник. Маленький гигант. Он выглядел маленьким, но среди них он был гигантом. Он начал молиться. Он сказал, «Господь, я хочу избавиться от этого, и я хочу, чтобы ты показал мне, что является причиной этого». Он продолжал молиться, он молился и молился, и мудрость Божия пришла к нему. Откровение пришло к нему точно так же, как оно пришло к Даниилу, к Иакову, как оно пришло к Иосифу, так же, как оно пришло к Петру. Заметьте, он сказал, «Истинно познаю». Он получил это от истины. Это пришло к нему из Слова Божьего. Да. Дух Господень сошел на него и показал ему человека, в частности, того Духа, который контролировал всю эту местность через того человека, который поклонялся дьяволу. Тот человек был частью этой нищеты, той же самой старой религии. У дьявола нет ничего нового. Да, ничего нового. То же самое, что происходит на Гаите, происходит и в других местах по всему миру. И тот проповедник начал действовать. Он начал молиться в Духе. Он начал провозглашать кровь Иисуса над этим человеком. И в один из дней Господь сказал ему, «Пойди и изгони из него этого Духа». И на него сошло помазание, чтобы сделать это. Он пошел туда и начал свидетельствовать тому человеку. И начали происходить события. А одно за другим. Сначала он изгнал демонического духа из того человека и привел его к рождению свыше. И прогнал этого духа из города. Съемочная группа привезла туда свои видеокамеры. «Я собираюсь туда поехать. Я хочу съездить. Тебе и мне нужно съездить туда. Тебе, мне и Крефл и Джерри, и еще некоторым нужно поехать туда и просто увидеть это место. Потому что все люди в городе спаслись. И это не просто маленькая деревня. Я имею в виду все, а это тысячи людей. Все в городе родились свыше. Все начали верить в Слово Божие о процветании. Почва изменилась. Тюрьму превратили в церковь. Они добрались до корня. Они добрались до корня. И они убрали это оттуда. И там на въезде в тот город есть большой знак. «Иисус Христос из Назарета, Господь над...» И там большое название города. Билл, я видел фотографии моркови размером с твое предплечье. И у них выросла капуста, которая не вмещалась в 18-литровое ведро. Слава Богу. Все их фермеры ездят на грузовиках марки «Мерседес». Скажу тебе. Прямо посреди этого внезапно они удалили царство этого мира. И они приняли царство Божье. Да. И Бог сразу же начал делать то, что Он делает, потому что Его сила уже была там. Боже мой. Святой Дух уже там. Он просто ждет, когда кто-то предъявит права на землю. Убрали дьявола оттуда. Вот что они сделали. Все в городе спаслись. Это корень. Если мы сможем... А церковь — это люди, которые должны добраться до корней. Мир не может до них добраться. Майк Барбер. Ты знаешь, Майка? Да, я знаю. Один из самых мощных тюремных служителей в этой стране. Как-то его пригласили проповедовать в одной тюрьме. И это была не очень большая тюрьма. Но там, тем не менее, было несколько сотен заключенных. И он приехал туда. Вошел в центральный вход администрации. И увидел, что в главном офисе никого не было. Он искал кого-нибудь, чтобы сказать о своем приезде. И он ходил там. И ни одна из дверей не была закрыта на замок. Поэтому он куда-то вошел. И, наконец, нашел кого-то. Тот человек сказал, «Брат Майк, мне очень жаль, что я не был на месте, когда вы пришли. Там что-то произошло. Мне нужно было пойти туда и кое-что сделать». Майк спросил, «Вы всегда оставляете все двери открытыми?» Да, он сказал, «Каждый заключенный рожден свыше и исполнен Духа Святого». Он сказал, «Когда новый заключенный приезжает сюда, его просто атакуют, брат, его изолируют». И администрация не делает этого. Но сами заключенные просто изолируют его и проповедуют ему до тех пор, пока он не спасется. Он сказал, «У нас сейчас здесь изолировано только четверо, но они спасутся через несколько дней». Видишь, это... Они даже не запирают дверь и бил. Это Царство Божье. Захватило эту тюрьму. Захватило эту тюрьму. И оно одержит верх в любом месте. И приведет к тому, что дожди благословений польются даже на следующий день. Чтобы благословение Авраамова распространилось на язычников... На язычников через Христа Иисуса. Боже мой. Да. Видишь, это не потому, как некоторые думают, «Ну, они бедные, у них другой цвет кожи». Неправильно. Нет. Есть корень, и мир не может разобраться с корнем, потому что у них нет... Люди так думают из-за того, что сатана атаковал людей с другим цветом кожи. Совершенно верно. А не из-за чего-то, что сделал Бог. Нет. Бог освобождает от этого. Понимаешь, мне приходится работать с людьми, чтобы помочь им избавиться от такого представления, которое является искаженным образом. Билл, я слышал, как один человек говорил об этом, и это так коснулось моего сердца. И он чернокожий, а также сильный муж Божий. Я слышал, как он говорил следующее. И это верно не только среди черного сообщества, но это иллюстрация. Он сказал, «Если вы опустите веревку в тюрьму, то они ухватятся за нее, так как видят выход. Если кто-нибудь сбросит веревку через отверстие к потолке, то я выберу снаружи. Но если вы бросите веревку рабу, он будет думать, что кто-то собирается его повесить». Это рабское мышление. Рабское мышление. И вы вытащите его оттуда, дадите ему свободу, а он по-прежнему... Всех подозревает. Всех подозревает и ждет, чтобы все остальные говорили ему, что делать, вместо того, чтобы взять власть от Бога и двигаться вперед. И Бог благословит любого. Как Глория сказала однажды, «Знаешь, солнце будет светить на каждого, кто выйдет на солнце». И Иисус сказал об этом, что Бог сияет для праведных и для нечестивых. Мы вернемся через послание к Ефесянам 2.12. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. Общество. В то время каждый в Израиле имел право быть богатым. Не все они приняли это, но это было для них, верно? Общество израильского чуждые заветов». Множественное число, два завета. «Чужды заветов обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы... Это указывает на то, что все изменилось, если вы во Христе Иисусе. Да, верно. Не имели надежды безбожники в мире. Несколько лет назад я смотрел одну передачу, в которой показывали проведенные исследования, что все были настолько злы к нашим детям и нашей молодежи, с определенным цветом кожи, что у них не было никакой надежды. И так далее, и так далее. И они сказали, «Знаете, мы вам это докажем». И они показали одно интервью с молодым человеком. Симпатичным парнем. Я заметил и подумал, что-то есть в этом молодом человеке. Симпатичный парень, примерно 20 лет. У него спросили, «Ты хотя бы ищешь работу?» И внезапно он огрызнулся. Почему вдруг он стал раздражаться на это? Что-то происходит. Он сказал, «Никто не собирается дать мне работу». То, что он сказал, Билл, просто не выходило у меня из головы. Это поразило меня. Я просто мог слышать, «Никто не собирается дать мне работу». «Никто не собирается дать мне работу». Я сказал, «Господь, о чем ты хочешь мне сказать здесь?» И Господь повернул меня к Писанию. Без Христа и без надежды в мире. Без помазания, без надежды в мире. Не важно, какой у вас цвет кожи, или какое у вас прошлое, или сколько денег правительство готово вложить в вашу нищету, если у вас нет помазанного, если у вас нет Слова Божьего, тогда вы живете в разрушенной системе. Я просто продолжал молиться и молиться в духе. «И ко мне пришло слово от Господа». И он сказал, «Это рабское мышление, мышление плантации». Он сказал, «Никто никому не дает работу». Работа появляется тогда, когда существует нужда в том, чтобы решить чью-то проблему. Вот что создает работу. Маленькая проблема, маленькая плата. Большая проблема, большая плата за ее решение. У кого-то есть нужда в том, чтобы решить эту проблему, и он готов заплатить, чтобы кто-нибудь это сделал. Он не дает кому-то работу. Да, верно. И я спросил, «Господь, в чем заключается мышление плантации?» «Что ты под этим подразумеваешь?» Он сказал, «Подумай о хозяине на плантации». И он зовет этого молодого человека и говорит, «Что ты делаешь? Разве тебе нечем заняться? Чего ты тут стоишь?» Этот человек ему принадлежит. Верно. Да. И он говорит, «Видишь те дрова там?» Господь говорил мне прямо в мой дух. Это просто прокатилось по мне. Я мог видеть того парня. Он сказал, «Видишь там те дрова? Займись делом, перенеси их на другую сторону амбара. А когда сделаешь это, тогда приходи сюда, и я найду тебе еще работу». Вот что значит «давать кому-то работу». Сатана построил эту систему, чтобы порабощать. А Бог построил свою систему, чтобы давать силу. Да. Вот в чем все дело. Сатана является создателем рабства. Да. Люди говорят, «Ну, белый человек сделал это». Если вы посмотрите на историю человечества, то нет ни одной расы на лице земли, которая не пыталась бы поработить другую. Совершенно верно. Это коренная причина. Да. И когда ты начинаешь говорить об этом, то некоторых это задевает, потому что они не могут понять того, что люди в Царстве Божьем должны осознавать, и они выходят с мышлением осуждения или с мышлением недостатка. Для нас обоих не хватит, поэтому я забираю мое, и мне нужно оставить тебя. А в Царстве Божьем есть избыток для всех. И у них также мышление жертвы. Однажды мы с женой поехали покупать для кого-то машину. Я спросил у продавца, который нас обслуживал, «Как дела?» Он сказал, «У меня все хорошо». И добавил, «Я смотрю вашу программу по телевизору». Я сказал, «Слава Богу! Знаешь, я рад, что мы встретились». И я думал, что он предложит мне хорошую цену на машину и так далее. Мы покупали ее для другого человека. Он уже уходил и сказал, «Да». Я спросил, «Как у тебя обстоит дело с продажами?» Было бы гораздо лучше, если бы у нас был другой начальник. Я спросил, «Твой начальник плохо с тобой обращается?» Он сказал, «Нет, я говорю о лидерах этой страны». Он взял свои проблемы, несмотря на то, что смотрел нашу передачу, и переложил их на кого-то в Вашингтоне. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. Рабское мышление всегда считает кого-то своей проблемой. Но себя никогда. Себя никогда. Это навесили на меня. Вот этот парень. И раболоделец навешивает это на него. Так и есть, он навесил это на него. Вот что он сделал. Понимаешь, если бы он мог войти в реальность Царства Божьего, то обогнал бы по продажам всех на той стоянке. Конечно. Даже при плохой экономике. Он мог бы прийти к тому, что стал бы владельцем. Владельцем, именно. Но не таким образом. И я кое-что увидел. Я увидел, что одна из вещей, которые помогают подкармливать мышление такого рода, это слово «осуждение». Люди не понимают, какую свободу они имеют, становясь праведностью Божьей, когда они рождаются свыше. Их этому не учили. Поэтому они по-прежнему осуждают себя за свое прошлое. Поскольку одна из любимых тактик врага, чтобы удерживать людей от продвижения вперед, это просто напоминать их о их прошлом. Конечно. И когда он делает это... Да. Приходит осуждение. Осуждение, согласно моему определению, это заболевание Духа. И вот что оно делает. Оно калечит жизненные силы Духа, такие как вера, которые необходимы вам для вашего продвижения вперед. Как мир называет это? Чувство собственного достоинства? Да, совершенно верно. Есть несколько названий этого. Ваша самооценка. Самооценка. Вот что я пытался вспомнить. Самооценка и так далее. Осуждение опускает все это вниз, потому что осуждение опускает до неполноценности, что я хуже. Понимаете, мы были созданы выше всего на этой земле. И когда Адам согрешил, тогда пришло осуждение, и оно передалось каждому человеку. Иисус сказал, «Я не пришел для того, чтобы осуждать мир. Я пришел, чтобы мир мог быть спасен». Они уже осуждены. И Ему нужно снова поднять нас из этого, потому что это осуждение дает нам чувство вины, что мы не совсем заслуживаем это. И даже когда происходят плохие вещи, у нас есть тенденция давать этому рациональное объяснение. Вы переходите из одной обочины в другую. Боже мой. И мир говорит, «Их, собственно, имидж так плох, поэтому нам нужно изменить это, нам нужно поработать над этим». И они используют свои психологические приемы и пытаются изменить это, и они вливают в него дух гордости, который выдергивает его из этой обочины и сталкивает его в другую. И затем этот человек начинает говорить, «Смотрите, смотрите, что правительство сделало со мной». Затем они доказывают ему, что правительство этого не делало. И тогда он говорит, «Ну, это моя собственная глупость, я так глуп». Поэтому он переходит из одной обочины в другую. Но когда приходит слово живого Бога, то это не столько самооценка, сколько отсутствие осуждения во Христе Иисусе. Аллилуйя. Нет осуждения. Ноль. Нулевое осуждение. Абсолютное отсутствие осуждения. Иисус наш пример. И у него не было осуждения. Он был свободен. И я верю, что именно поэтому он мог так сильно использовать Петра, потому что Петр много раз был готов поступать на основании прошлого. Когда они пришли к Петру и спросили его, «И ты был с ним?» Он ответил, «Нет, я не был с ним». Затем подошел другой и спросил, «Разве не ты был с ним?» Он ответил, «Я же сказал людям до этого, что я не был с ним». И еще один пришел и спросил, «Разве ты не был с ним?» Библия говорит, что он начал проклинать и ругаться. Я говорю о том, что Петр не был слишком спасен. Понимаешь? Тем не менее, он все равно мог ходить по воде. Да. Вот о чем я хочу сказать. У нас есть библейское поручение забыть наше прошлое. Да, у нас есть. Вот почему он сказал, «Забывая прошлое». Филиппийцам 3.13. Давай откроем это место. Слава Богу. Поскольку в этом месте Писания кое-что есть, особенно в переводе Короля Якова. Заметьте, что они сказали, когда вернулись. 13 глава книги чисел. «Мы были в своих глазах, как саранча». Это низкая самооценка. Поэтому не гиганты сделали это. Нет. Это была саранча. Это была саранча. Это был образ их самих. Они все еще видели себя рабами в рабстве. Если вы вытащите человека из этого и научите его самовозвышение, Да, совершенно верно. Он начнет господствовать над другими людьми. Он начнет причинять людям боль. Совершенно верно. Он загонит других людей в рабство. Совершенно верно. Но если он освобожден от этого, И свободен, тогда он начинает понимать, «Я являюсь тем, кем я являюсь во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе. Слава Богу. Он достоин всей хвалы, чести и славы. А я просто наслаждаюсь здесь жизнью. Теперь он может помочь кому-то. Теперь он может помочь кому-то, да. Потому что, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Этот великий апостол сказал кое-что. Да. В 13 стихе 3 главы филиппийцам. И обрати внимание вот на что. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только...» В греческом тексте нет знаков припинания. Нет заглавных букв. Поэтому слова, выделены курсивом, и то, как они выделены знаками пунктуации, является попыткой переводчика донести собственные мысли. Совершенно верно, да. Итак, в этом переводе мы можем опустить те слова, которые написаны курсивом. Все остальное, что написано курсивом. И послушай, как я это прочитаю, Билл. «Братья, я не считаю себя достигшим ничего, кроме одного. Он, забывая то, что позади, и простираясь к тем вещам, которые впереди, я стремлюсь к отметке высшего призвания помазания». И он сказал, «Я в действительности не достиг совершенства ни в чем, кроме одного. Я забываю о прошлом». Потому что у него было тяжелое прошлое. Да. И он через многое прошел. Но он должен был доказать, что Новый Завет был истинен. Что он был истинен. Он должен был доказать это в сражении, он должен был доказать. И он сделал это, верно? Да. У него было это поручение. Иисус сказал, «Я показал ему, как он должен пострадать за имя Мое». Вы не призваны страдать так, как Павел. Он доказал это и записал это. Теперь мы можем взять его. И получить от этого пользу. И он говорит, «Я скажу вам, что я довел до совершенства моей жизни. Я забываю о том, что было вчера». Боже мой. Хорошее, плохое, неважно. Это в прошлом. Я стремлюсь вперед. Я стремлюсь к той отметке. Перед ним была отметка. Он направлялся куда-то. Он работал тут над чем-то. Он двигался куда-то. Это была его цель. Я стремлюсь к отметке высшего призвания помазания. Есть пару мест Писания, которые идут рука об руку с этим местом. Одно из них в 43 главе книги Исаии. Я знаю, куда ты направляешься. Слава Богу. Исаия, 43 глава. И посмотрите, что сказано в 25 стихе. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Бог говорит, «Я забываю это». Почему бы и тебе это не забыть? Да, зачем ты возишься с этим? Почему бы и тебе не забыть это? Я забываю это. Почему бы и тебе не забыть это? Я говорю о том, что мы должны войти в тело Христово. Позвольте мне поговорить о городах, потому что я сам родом из города. Да. И в них происходят различные вещи. Растление, насилие, дети растут вне брака и так далее. Нам придется сделать что-то с этим прошлым. Потому что если мы не сделаем этого, враг попытается использовать это, чтобы осудить наше будущее. Да. Ты знаешь Мака Гоббера? Да. Мак очень сильно вовлечен в это служение. Он вытягивает людей со дна общества. Слава Богу. И возвращает их к продуктивной жизни, потому что он сам вышел оттуда. Да. Он использует одну иллюстрацию. Я слышал, как он учит этому людей. Я говорю о тех людях, которые действительно были там и вернулись. Понимаешь? Под таким осуждением, что они едва могут думать. Совершенно верно. И он сказал, я хочу, чтобы вы закрыли глаза. И я хочу, чтобы вы приставили реку, текущую перед вами. Вы видите ее? Да. Я хочу, чтобы вы приставили, как река краснеет от крови Иисуса. Боже мой. Он сказал, это река, кровь Иисуса текущая там. Теперь возьмите свое прошлое и все. Каждый срок в тюрьме, который вы отбыли. Каждое грязное слово, которое вы когда-либо говорили. Каждый грязный, ужасный поступок, который вы совершили в отношении каждого человека. И он сказал, на счет три я хочу, чтобы вы бросили все это как можно дальше. Раз, два, три. Бросайте. И он сказал, смотрите, 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 как оно упало в реку. Смотрите, как оно тонет, оно тонет, его больше нет, это в крови Иисуса. Билл, вот что должно произойти. Это то, о чем он здесь говорит. И религия не позволит вам этого сделать. Нет. Она не позволит вам забыть это. Она не оставит вас в покое. Она будет напоминать вам каждый день о вашей плохой природе. И вам нужно отсечь это в корне, Словом Божьим. Это одно место. И затем 102-й Псалом. Посмотрите на это. Абсолютно верно. Я молюсь этим Псаломом каждый день за моих партнеров. Аминь. 102-й Псалом. Это сильный Псалом. Это то, что делал Давид. Вот что он делал. Ему приходилось делать это. Посмотрите, о чем здесь написано. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчая Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твои, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Своей Моисею, сынам Израилевым, дела Свои. «Щедрый милостив Господь, смотрите, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Смотрите дальше. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Кто-то сказал, «Ну, знаешь, он хороший человек, он усердно работает, он заслуживает этого, потому что он усердно работает». Бог не дал вам то, что вы заслужили. Нет, благодарение Богу. Благодарение Богу, что не дал. Благодарение Богу. Потому что если бы мы получили то, что заслужили, мы бы все были где-нибудь в аду. Но Он, по Его благодати, мы спасены. И по благодати мы должны продолжать жить. Разве это не чудесно? Билл, знаешь, что я слышал, что кто-то однажды сказал, когда я только начал двигаться в служении. Боже мой. Они сказали, «Такому-то пастору очень трудно с его церковью. Его церковь не растет, и кажется, что как только он продвигается немного вперед, его отбрасывают на два шага назад». И кто-то сказал, «Знаешь, это результат тех плохих семян, которые он посеял до того, как спасся. Он просто пожинает свои плохие семена». Билл, нет, это не так. Это неверно. Нет, 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 нет. Мне не важно, где вы были и что вы делали до вашего спасения. Если вы приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, выбросите все это в реку крови Иисуса. Этого нет. Этого нет. Это не проблема. Но если вы позволите дьяволу уговорить вас принять эти проблемы, тогда он сымитирует эту проблему и заставит вас говорить о ней, он заставит вас поступать соответственно. И вы начнете создавать это таким образом, словно вы пожинаете то, что посеяли до вашего спасения. И это будет выглядеть так, но это вовсе не так. И вы увековечите это. Вот почему он говорит, «И не сообразуйтесь с веком, Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Да. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Помните, что когда Иисус воскрес из мертвых, Он победил дьявола. Затем Он пошел и излил кровь на крышку ковчега. И затем Он явился ученикам. Он сказал, «Потрогайте Меня». Видите, «Я плоти кости». Кровь была. Аминь. В Его руках все еще были дыры, что указывало на грех, который Он понес в Своем теле за человечество. И я говорю, что, возможно, у кого-то в доме остались свидетельства того, что они не жили правильно. Но заметьте, это не остановило Иисуса от того, чтобы Он пошел прямо в присутствие Отца. Нет, не остановило. Не остановило. Поэтому вы должны ухватиться за это откровение. Самая большая проблема сегодня в городах – это осуждение. Да. Самая большая проблема. И средства массовой информации кормятся на этом? Да, конечно. Все правительственные агентства кормятся на этом и используют это для того, чтобы собирать под это деньги. И так далее. И одна из самых больших проблем, которые это приносит – это саморазрушение. И это то, что вы видите. Боже мой. Это включенная сирена. Потому что многие из этих людей знают, что они поступили плохо. И это включает сирену вины. И они пытаются выключить эту сирену и в конце концов делают что-то, что ведет к саморазрушению. Может быть, я заслуживаю этого. И это ведет их к саморазрушительному поведению. И ты знаешь, как дьявол использует это. Сразу после того, как я спасся, я начал курить, когда я еще был маленьким мальчиком. Мне это нравилось. Моему дедушке это нравилось. И мне это нравилось. Но после того, как я родился свыше, я так сильно хотел от этого избавиться. И я чувствовал себя таким виноватым из-за этого. Я не знал ничего о Слове Божьем. Я не знал, что уже свободен от этого. Я просто молился, плакал, делал это снова и снова. И я воздерживался от этого два или три дня. Потом приходило давление. И я выкуривал сигарету и чувствовал себя как собака. Идеал говорит, ну, теперь ты можешь выкурить целую пачку. Ты же уже выкурил одну сигарету. Что это еще за глупая идея? Зачем мне продолжать и грешить все больше из-за того, что я согрешил однажды? Совершенно верно. Это так глупо. И это ведет вас вниз. И вы увязаете в этом глубже и глубже и глубже и глубже. Да. И теперь он осуждает вас. Он пытается убить вас. Приносит вам печаль и все с вами. Боже мой. И в один день я оказался на собрании, где пропоедовало Слово Божье. И оно отделило меня от этой привычки. Я пробыл там две недели и даже не осознавал этого. Потому что был на этих собраниях целый день, каждый день. Семь дней в неделю. В течение двух недель. И в конце этого двухнедельного периода я собирался поехать в Форт Уорд, чтобы забрать Глорию. Собрания должны были продолжаться. Это было настоящее излияние Духа Божьего. Я сел в свою машину, и сигареты лежали за солнцезащитным козырьком. И я подумал, я не курил две недели. Боже мой. О, слава Богу. Слово Божье преобразило меня. Точно. Но я был свободен от этого еще со времени Голгофского креста. Я не знал этого. Поэтому не позвольте дьяволу обмануть вас при помощи осуждения. Посмотрите ему прямо в глаза и скажите, «Я порвал с тобой давно». Иисус мой Господь. И мои грехи – это не твое дело. Это дело Иисуса. Убирайся. И просто прогоните его из комнаты. Но вам придется быть суровыми с ним. И вам нужно стать суровыми. Аминь. Нет никакого осуждения. Ты написал книгу, которая называется «Подражайте Богу и получайте результаты». В послании к Ефесянам есть утверждение. Итак, подражайте Богу. И в греческом языке здесь используется слово, которое означает имитировать. Подражайте Богу, как дети подражают своим родителям. Своему отцу. Совершенно верно. Веди нас в это. Я очень хочу, чтобы тело Христово понимало это. И большинство не понимает. Религия идет в противоположном направлении. Да. Это то, что людям действительно нужно. И любой, любой может это сделать. Если вы вернетесь к началу, в бытие, то увидите, что Бог сотворил Адама и Еву по своему образу и по своему подобию. Образ говорит о повторении рода. То, что Он сделал их такими, как Он Сам. Подобие относится к тому, каким образом они действуют, как они живут, как они делают что-то. В них не было различий. Не было. И Он сотворил нас таким же образом. Он сотворил нас, чтобы мы действовали так, как действует Он. Именно таким образом действуем мы. Это то, о чем Иисус начал учить. Он сказал, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». Посмотрите, что сделал Бог. Он принес свет изнутри самого себя. Мы должны действовать точно таким же образом. Поэтому смена системы — это когда вы перестаете уповать на этот мир, чтобы все работало в вашу пользу и приносило вам обеспечение. А уповаете на Бога и на то, как и что делает Он. Это приходит изнутри наружу. Поэтому теперь мы узнаем, что преграда для нас, чтобы действовать в этом, находится не снаружи, а на внутри. Когда вы входите в Царство Божье, вы не можете никого винить. «Ну, знаешь, они моя проблема, эти люди, это правительство» и так далее. Теперь вы несете ответственность и берете власть над своей собственной финансовой судьбой. Вашей собственной судьбой. Абсолютно верно. И теперь вы работаете вместе с Богом, чтобы происходили определенные вещи. Он уже запланировал это, поэтому главный план Господина уже существует. Нам необходимо соответствовать Ему, слушать нашего Учителя, которым является Дух Святой, и Он наставит нас на праведность. Он наставит нас действовать правильно перед Богом и действовать точно так же, как наш Отец. Вот что произошло со мной. Когда я проснулся в тот день, моя машина не заводилась. Было холодно, дул ветер, было около 17 градусов мороза, и эта машина не заводилась. Я только вышел из машины. Я увидел, как водитель на машине с тросом зарабатывал деньги на каждом человеке, кому помогал завестись. Во всей округе было много машин, которые не заводились. Я представляю картину. Поэтому я сказал, хорошо. Я читал об этом. Иисус проговорил к буре. Она послушалась Его. Иисус проговорил к смоковнице. Она послушалась Его. Иисус проговорил к мертвому человеку, который был мертв четыре дня, и его тело разлагалось. Оно послушалось Его. Он сказал, что дела, которые Он сотворил, и я сотворю, и больше сих сотворю, потому что Он идет к Отцу. Он сказал, если скажете смоковнице сей, то она послушается вас. Я сказал, теперь. Это делает нас похожими на него. Совершенно верно. Да. Если вы посмотрите на это, то мы представляем Царство Божие. Он царь, и у нас есть поручение. Мы представляем Его на земле как послы. Посол просто не может говорить то, что захочет. Он должен говорить то, что сказал царь. Посол не может приехать в другую страну и сказать, ну, знаете, лично я думаю так. Он не может так говорить, Его отзовут домой. Он должен высказывать в точности то, что Госдепартамент или те, кто дают Ему поручения, говорят. И это Его ограничение. Мы представляем Бога. И мы должны говорить, независимо от того, как все это выглядит. Именно то, что Бог сказал. Итак, что Он сказал? Слава Богу, Он сказал, что ранами Его я исцелен. Позвольте мне теперь сказать это. Вдруг ангелы начинают работать для меня. Святой Дух начинает работать, потому что им требуется моя власть, чтобы работать. Я должен оставаться в этом, оставаться в этом теперь. И если я вижу, что ослабеваю в моей вере, тогда я обращаюсь сюда и получаю еще больше Слова Божьего. Да. И получаю больше уверенности в том, что Бог сделает то, что Он сказал, потому что моя страна меня поддержит. Я не могу это совершить сам по себе. Я должен говорить то, что Он говорит. А тебе не требуется делать это самому? Не требуется. Фактически. Тебе приказано не делать это. Совершенно верно. Поэтому Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить его. И в этом вопросе, о котором я говорил, где я остановился... Я стою здесь на улице, мне очень холодно, Билл. Я жду, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы эта машина завелась. Вот я. Вот машина. Я вышел из этой машины и посмотрел на нее. И теперь мне нужно исповедовать. Я посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Да. Почему я это сделал? Потому что внезапно я поступаю независимо от общества, в котором нахожусь. И мне потребуется определенное мужество, чтобы на самом деле сделать то, что Он сказал мне сделать. Это не трудно. Это не тяжело. Это просто требует мужества. Потому что я иду против течения. Да. Я проговорил к этой машине, я сказал, машина, я говорю тебе, во имя Иисуса Христа из Назарета, заводись. И я вернулся в дом, выпил чашечку кофе, посмотрел футбол около часа, дал Господу возможность поработать, и затем снова вышел. Потому что я помнил про смоковницу, что не было никакого моментального проявления. Нет, не было. Прошло 24 часа, прежде чем они. И Он сказал, что она засохла двух парней. Поэтому оно пошло и начало действовать. И оно действовало 24 часа. Но вы бы не заметили этого по листьям. Точно. Несомненно. Вплоть до следующего дня. Итак, что произошло? Я вышел туда и взял свои сумки. Я не одел куртку и не вышел проверить и посмотреть, заведется ли она. Я должен был полностью высвободить мою веру. Я вышел туда и вставил ключ в замок зажигания. Скажу вам, знаете, что это сделало со мной? Теперь я обращаюсь к счетам. О, да. К людям, которые мне не нравятся. Нет, я просто шучу. Нет. Но я обращаюсь к различным вещам, к ситуациям. Я призываю их сейчас. Теперь я возвращаюсь и лучше понимаю то, как Бог начал учить Авраама. Он сказал, я хочу, чтобы ты называл несуществующее, как существующее. Почему? Потому что в Боге нет времени. Это уже сделано. Он уже дал мне победу над каждой ситуацией, с которой я сталкиваюсь. Билл, давай посмотрим на это под другим углом. Потому что мы видим так много проявлений суда на земле. И это обратная сторона той же монеты. Люди говорят, ну, Бог навел на нас этот ураган. Бог принес нам это землетрясение. Да. Позвольте мне спросить у вас кое-что. Если Бог собирается сделать вас больным, то как Он это сделает? Я не знаю. Я не знаю. Сделает ли это Он своими руками? Я не уверен. Да. Сделает ли Он это своим словом? Да. Нет, Он послал Своё Слово, и оно исцелило их. Когда Он возлагал на них свои руки, они выздоравливали, они не заболевали. Как Бог будет наводить на вас ураган? Он спустится и начнет возмущать атмосферу и так далее. И то, что произошло здесь, объясняется тем, что Он уже сказал, что возмездие за грех Смерть. Совершенно верно. У нас есть природные явления на земле, есть холодные, теплые атмосферные фронты, и у нас есть океанические течения, и все это происходит. И холодный фронт, наступающий на жаркую погоду, произведет грозу и так далее. Но все это будет реагировать на вашу веру. Но когда грех начинает извергаться и заставляет землю содрогаться, Боже мой, и так далее, и увеличивает интенсивность этого, и когда это приносит урожай семени греха, то вы сможете передвигать это. Вы можете быть защищены посреди всего этого. Совершенно верно. Но это уже совсем другая ситуация. Богу не приходится спускаться вниз и поднимать этот цунами, или спускаться и делать то, или это. Он уже проговорил. Он уже сказал, что происходит, когда вы грешите. Он уже сказал, что все творение стонет и вопиет, страдая от этого. И вы можете довести грех в определенном месте до такой степени, что земля содрогнется, и вы получите смещение этих плит, и вы получите цунами. Но заметьте, что случилось с христианами во время того огромного цунами несколько лет назад. Церкви уцелели, а другие храмы просто смыло. Люди Божьи остались живы. Есть множество подобных историй. Вот о чем я говорю. Подумайте о том, как Бог стоит на краю бездны и говорит, «Да будет свет!» Ему не пришлось говорить. Вот тут будет Венера, там будет Марс, а тут эта галактика, и то, и это. И подождите-ка минутку. Позвольте мне сотворить тут кое-что. Мне нужно сотворить здесь маленький шарик и сотворить Землю. Нет, все это отреагировало на Его Слово. И Его Слово уже здесь. И оно уже работает. И урожай конкретных семян может приносить разрушение. Но вы можете задействовать более высокий принцип и остановить это. Но если вы этого не сделаете, это не остановится. Это будет продолжать приходить, пока не уничтожит вас тем или иным образом. Он сказал, что мы должны подражать Ему. Мы должны быть такими, как Он. Вы говорите Слово Божие к определенным вещам и продолжаете заниматься своим делом. Но теперь мы можем видеть, что происходит в этом году. Потому что объявленные Богом времена подходит к завершению. И Он был милостив годы, годы и годы и годы. И множество людей сеяло много старых, плохих семян. И внезапно они приносят урожай. Множество вещей происходит как урожай. Это приносит урожай. И без крови Иисуса вы окажетесь под ударом. Ему не придется встать в один день и шлепнуть по атмосфере и заставить ее принести какой-то суд на этот город. Он уже сказал, что это грядет. Грядет. Знаешь, в послании Иакова, в первой главе, в тринадцатом стихе, сказано, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Поэтому вам лучше так не говорить. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Да. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Он уже сказал это, Билл. Он уже проговорил это. Это то, что вы видите. Это суд на земле. Он сказал это. И это работает. Но с другой стороны, ты и я, среди всего этого времени суда, который является просто урожаем, приходящим в полноте, да, верно, мы были в переливании через край, которое и есть суд. Это суд хорошего семьи. Совершенно верно. Мы были в переливании через край все это время. У меня были финансовые ураганы. То есть, это самый лучший год, который только у меня был в служении. Мы были в цунами любви весь год. У нас с женой медовый месяц с длиной в 45 лет. И этот год был самым замечательным в наших отношениях. Мы пожинаем урожай семян любви и его благости и его доброты. Да. Все, что нам нужно делать, если люди будут нас слушать, это вырывать их из этого суда и приводить их сюда в славу. Совершенно верно. Происходит следующее. Слово Божие исполняется именно так, как Он сказал, что оно исполнится. И я действительно верю, что одна из вещей, которые должны произойти в этот последний день, это то, что Слово Божье, то есть Слово Веры, должно быть проповедано. Кто-то должен бескомпромиссно проповедовать Слово Божье. Абсолютно верно. Потому что мы должны войти в максимум того, что мы имеем в потенциале для действия. Не просто приходить в церковь по воскресеньям и чуть-чуть слышать чего-то. Боже мой. Они никогда этого не понимали. И уж точно не поймут этого сейчас. Боже мой. Библия говорит в 8 главе книги Исаии, что мы были созданы для чудес и знамений. Мы были созданы для сверхъестественного. Аллилуйя. Мы были созданы, чтобы действовать на ином уровне. И нам нужно подняться туда. Нам нужно перестать играть с этим и пытаться заставить всех любить нас в том смысле, чтобы принималось все, что мы говорим и делаем. И понять, в конце концов, что они увидят Христа в нас. Да. Да. Они увидят это и прибегут за помощью. Потому что, согласно 24 главе Матфея, это последнее время. Несомненно. Знаешь, Глория сказала, в любом случае, это наши последние дни. Наши последние дни здесь. Аллилуйя. Это абсолютно верно. Это подтвержденный из Писания факт, что прошло 6 тысяч лет. Прошло. Вы просто ничего не можете сойти. Не можете. И 7 тысячи лет определена как тысячелетнее правление Христа Иисуса. В этом нет никакого сомнения. И вот мы. Нам нужно иметь с этим дело. Мы в этом маленьком отрезке времени. И все, что Бог сказал, что произойдет за весь этот 6 тысячелетний период, должно совершиться в полноте прежде, чем все это закончится. Сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Поэтому мы должны начать подражать Богу, поскольку именно с этого начал Адам. И к этому мы в итоге и приходим. Это то, что сделал Иисус, верно? Это то, что Он сделал. Петр увидел Его, идущего по воде, и не стал ждать, пока Иисус позовет Его. Он сказал, «Господь, если это Ты, повели Мне прийти к Тебе по воде». Разве Филипп не сказал, «Господь, покажи нам Отца». Иисус сказал, «Если вы видели Меня...» Ты не понимаешь? Я подражал Ему все то время, пока был здесь. Я делал все это для того, чтобы показать Его вам. Мы должны войти в эту полноту. Когда я впервые понял это, я сказал, «Господь, ты хочешь сказать, что кто-то такой неуклюжий, как я, может поступать, как ты?» Он сказал, «Конечно же». И религия серьезно будет сражаться против вас из-за этого. Кем вы себя возомнили, что пытаетесь поступать так, как Иисус? Вы никогда не сможете стать таким, как Он, даже за миллион лет. Я нанял летного инструктора, и я делал все возможное, чтобы делать все так, как Он. Конечно же. Совершенно верно. Я сделал это. Верно. Я пытался. И, наконец, достиг этого. И на это потребовалось время. Мне пришлось подражать Ему и копировать Его, и копировать Его. И я нанял инструктора по лыжам, и я делал все возможное, чтобы быть таким, как Он. Я видел, как этот парень съезжал с горы. Я говорил, «О да, именно так я и хочу съезжать». И я поехал вниз вот так. Но я действительно пытался. Я видел Его в своем разуме. И пока я смотрю на самого себя, у меня не получается. Но постепенно вы начинаете прогрессировать. Да. Аминь. Да. Иисус был нашим примером. Он был человеческим примером для нас. Абсолютно. Чтобы мы могли видеть, каков Бог. Что сказал Павел? Он сказал, «Подражайте мне, как я, подражая Христу. Копируйте меня так, как я копирую Его. Вам некуда больше смотреть. Смотрите на меня». Сколько у нас было пасторов, которые были достаточно смелыми, чтобы встать и сказать, «Послушайте, я хожу верой. Я хожу бескомпромиссно в этом. И вы начинаете. Я инструктор. И вы начинаете и делаете то, что я говорю вам. Подражайте мне». Некоторым из них я не хочу подражать. Совершенно верно. Несомненно. Враг попытается... Если вы подражаете ему, вы получите то, что есть у него, хорошее или плохое. Это приходит от Святого Духа. Спасибо тебе, Господь. Но это то, чего хочет Бог. Вот куда Он хочет привести нас. И вот почему я написал эту книгу. Потому что это именно то, куда Он хочет привести нас. Я должен быть способен демонстрировать силу Божью этому миру. Я должен делать это. Весь мир ждет откровения или проявления сынов Божьих. Слава Богу. Я должен быть способен сделать это. Вот в чем разница между нами и миром. Вот для чего здесь Дух Святой. Здесь. И Он наставник. Он здесь, чтобы научить вас в точности поведению Царя. Билл, ты пастор. Причем уже долгое время. Ты был летным инструктором. Ты учил людей различным вещам. У тебя был когда-нибудь ученик, который отказывался делать то, что ты ему говорил? Да. Есть ли у тебя власть в той или иной форме? Если ученик не станет пытаться повторять то, что ты сказал ему или ей делать? Не в вашей власти сделать что-то, чтобы он стал успешным. Верно. То же самое верно и с Духом Святым. Если мы не станем подражать Иисусу, если мы не решимся и не попытаемся не в его власти сделать вас такими, в то время, как вы пытаетесь быть другими. Понимаете, есть определенная власть, до которой мы не дошли. Когда-то змея укусила Павла, она даже не могла отравить его. Понимаете, о чем я говорю? Когда Иоанна окунали в кипящее масло, он даже не мог умереть. Есть некоторые вещи, в которые нам нужно войти. Да. Ангелы, окружавшие Елисея. Он просто сказал, ослепите их. Не убивайте их, просто ослепите их. Когда Дэвид Вилкерсон был в Нью-Йорке, и тот молодой человек по имени Ники Круз пытался убить его... Да, да. Да. И у него был нож в руке, он пытался ударить его. И он говорил, что что-то сдерживало его руку каждый раз, когда он пытался. Сдерживало его руку каждый раз, когда он пытался. В конце концов, это так его коснулось, что он упал на колени и сказал, «Господь Бог, что-то происходит здесь». Потому что мир ищет этого. Без этого мы просто ищем один голос. Проявление этого Евангелия происходит с такой силой, что каждый узнает, что только Иисус Господь, и никто другой. Он управляет всем. Он царь царей, и Господь господствующих. Помолись об этом, Билл. У нас осталась минута. Отец, я молюсь сейчас, чтобы всякий, кто смотрит или слушает эту передачу, изменялся силой Божьей и входил в свой максимальный потенциал. Максимальный потенциал. Максимум. Здесь, на этой земле, во имя Иисуса. И я молюсь о тех, кто смотрит нас сейчас и еще не знает Иисуса, чтобы они сказали «да» Ему прямо сейчас, и чтобы они отдали Ему свое сердце и ходили в Царствие Божьем и всегда были благословленными Господом. Отец, я молюсь этой молитвой, и я верю, что когда я говорю эти слова, эти слова исполняются. Эти слова не остаются тщетными. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Согласно 6 главе послания Галатам, наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Это Божий путь. Вы принимаете Слово Божье, которое порождает веру. И в ответ вы сеете ваши естественные вещи в это служение, которое научило вас, чтобы кто-то еще мог получить то, что получили вы. И это то, что порождает процветание в Царстве Божьем. Верно? Потому что это начинает поток. Совершенно верно. Запускает сеяние и жатву. И мы делаем это вместе. Мы в этом месте. Если вы являетесь частью семьи миссии Каната Коплэнда, если вы партнеры этого служения, слава Богу, мы вдохновляем вас становиться активными в вашей вере. Вместе ухватитесь за Царство Божье, слава Богу. У вас есть такая же часть в этом, как у Билла или меня, или кого-то еще. Отец, мы молимся, и мы просим тебя открыть твоим людям, каково их финансовое участие в этом служении и его работе. И мы стоим во имя Иисуса в вере об излиянии и переливании через край в их жизни всего хорошего. Во имя Иисуса. Мы благодарны вам, что вы стоите вместе с нами. И вы помните, что если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования не уходят в США. Они остаются в том регионе, в офис, которого вы их отправляете. Хвала Господу. Будьте частью хорошей церкви. Церковь – это не просто какой-то общественный клуб. Ходите в церковь, где проповедуется слово веры. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, которую вы видите на экране. Билл, большое тебе спасибо. Хвала Господу, спасибо. Передай мою любовь Веронике и всей вашей семье, всем партнерам и друзьям и всем братьям и сестрам в церкви – живое слово. Хвала Господу, как мы сильно любим их. Мне нравится там проповедовать. Слава Богу. Они начинают петь и прославлять, и поклоняться Богу. И вы входите туда, вы заходите в зал. Я обычно сижу сзади, готовясь проповедовать. И я выхожу там прямо посередине. От этого просто волосы встают дыбом. И вы говорите, «Аминь». И вместо того, чтобы проповедовать то, о чем вы думали проповедовать, вы проповедуете все то, что вы когда-либо знали. Это просто устремляется во все стороны. Слава Богу. Благодарение Богу за Слово Божие. До следующей встречи. А пока мы, Каннет Копланд и Билл Уинстон, напоминаем вам, что Иисус Господь.